всем привет вот хочу вам показать семена виолы которую я садила в том году в этом году как я вам уже говорила я собрала виол семена виолы у себя на участке всяких цветов разноцветная у меня виола посмотрите какая разные цвета и окраски собрала понравившиеся мне кусть с кустиков которые понравились я вот у них взяла семена посадила она у меня растет дома не растет а всходит вот эти семена у меня практически зашли ковром я вам сейчас покажу потому что я уже убедилась на практике что из своих семян виола всходит намного лучше чем из магазинных так что я вам всем советую летом не полениться и собрать семена их видно они прям вот виола открывает вот эти вот свои такие коробочки и прям в коробочках видно семена должны быть коричневого цвета если они еще зеленые коробочки зеленые то они еще зреют вы их не трогайте когда увидите что коробочки раскрылись и в них такие семечки коричневого цвета вот собирайте вот возьмите какую-нибудь баночку и собирайте и очень хорошо будет у вас посадочный хороший материал нисколько не хуже чем в магазине а в сто раз лучше вот я так делаю уже несколько сезонов я прям летом хожу собираю и в специальное место эти семена рассыпаю и у меня виола вот в этом месте растет и развивается до следующей весны а в следующую весну я оттуда беру и рассаживаю по местам вот всем рекомендую такой способ очень хорошо и никаких затрат вообще считайте что это посадочный материал у вас бесплатно вот растет она у меня везде по всему участку еще семена те выстреливают сайт самых вообще таких неожиданных местах вырастать ту неприхотливая считаю что она выросла сама ее никто там ничего вокруг нее не поливал ничего это семечко неприхотливая цветет все лето с ранней весны до поздней осени ну вообще вот благодарный цветок и очень красиво смотрится и 1 смотрится замечательно если различными цветами смотрится замечательно хорошая очень виола всем рекомендую садите и будет у вас знаете такой разноцветный ковер пестрый она такая вот немного окрасок у виолы очень она и в букетика хорошо смотрится мне нравится ее в букетике тоже собирать такая вот домой вазочку в маленькую очень красиво украшение прям вот смотрите как у меня зашла виола так дружненько за три недели села его 14 января а сегодня у нас 3 февраля вот так вот хорошо она у меня взошла еще там вот будет сходить видите вы там вот вот маленькие такие беленькие то вот еще будут у меня новые росточки виолы вот это вот свои семена вот такая хорошая всхожесть прекрасная с этой виолой за три недели я практически ничего не делала только два раза ее с поливилизатора обрызгала вот и сегодня вот достала и тоже попрыскала вот ее чуть-чуть а так я ничего с ней не делала вот я ее посеяла на поверхность я ее не присыпала поставила под цвет стояла она у меня сначала на стеллаже потом когда я увидела что семечки начали немножко проклевываться я ее поставила на по на пол под цвет тоже но уже на полу значительно прохладнее чем на стеллаже потому что когда виола у вас проклюнулась ее нужно в прохладное помещение поставить она в прохладном помещении намного лучше всходит и растет даже не всходит а просто растет потому что сходит она все-таки наверное при температуре наверное 20 22 вот так вот а на полу у меня не знаю наверно все 17 вот так вот она у меня стояла под крышкой но крышка у меня просто была прикрыта там не на какие-то мне замотана ничего просто прикрыта как бы вот так вот я вот так закрыла и все не на защелке никуда я просто вот так вот была прикрыта вот так вот она у меня стояла я вообще про нее как говорится забыла посеяла ее и про нее забыла вот три недели вот такой результат сейчас я еще буду ее держать вот в этом же контейнере пока я ее никуда не буду пересаживать вот земельки меня тут совсем немножко я вот сейчас вам покажу вот смотрите сколько мало земельки вот так вот вот немножко пока она у меня не упрется в крышку контейнера своими росточками я ее отсюда не буду никуда пересаживать как только она упрется я наверное пересажу в емкость побольше но не отдельно вот так вот по стаканчиком а просто вот такими пучками но в побольше возьму то может коробку из-под торта или как-то вот так вот посмотрим не хочу я ее в отдельный садить тут очень много у меня при связи сколько тут виолы чтобы я еще по отдельным емкостям ее рассаживал не хочу у меня еще представьте сколько на улице выйдет весной виолы 7 самосевом же она размножается такой все соседи мне опять будет при цветах при виоле потому что мне столько куда вообще не надо мне столько но здесь у меня наверное будет красивый потому что я только с красивых вел собирала семена вот так что всем советую неприхотливая посеяли и забыли про нее вот сейчас я вам покажу где она у меня в каких условиях произрастала вот она у меня сначала стояла на стеллаже тут достаточно тепло от ламп тут и сверху лампа и снизу лампа такая хорошая температура тут наверно но не знаю 22 25 может 24 не знаю даже не могу сказать но тут тепло очень вот она пока у меня стояла пока не стала проклювываться вот я увидела что она проклюнулась такая уже стоит маленький такие зелененькие росточки я ее опустила на пол все таки у меня здесь батареи закрыты на полу достаточно прохладно и вот она у меня вот так вот выросла считайте в прохладном прохладных условиях прохладном помещении вот так она у меня на полу стоит как только у меня растение подрастает уже не надо таких теплотепличных условий я вот их потихоньку переставляю вот сюда здесь у меня достаточно для них хорошие условия не что тут не греет не сверху не снизу достаточно прохладно у меня тут вот бальзаменчики стоит но много чего тут у меня стоит в том числе и виола у меня здесь стоит вот так что вот друзья товарищи выращивайте неприхотливая ничего с ней делать не надо не никаких вообще у меня с ней нету проблем выращивайте виолу и будет у вас летом красивые замечательные цветы что буду делать дальше с виолой я вам все покажу подписывайтесь на мой канал всем всего доброго до свидания